Первая памятная монета, посвященная военной теме, была от Чиканина к 20-й годовщине Победы. На аверсе памятного рубля изображен герб Советского Союза. На реверсе – памятник воину-освободителю, установленный в Берлине. Потом монеты упускали на 30-летие и 40-летие Победы. В сюжетах монетных серий, посвященных Великой Отечественной войне, нашли отражение, величайшее сражение и жизнь в тылу. Полководцы и конструкторы, подвиги героев, освобожденные города. Как говорят художники госзнака, каждая монета – это документ военного времени, отлетый в металле. В музее Волговятского главного управления Банка России есть своя коллекция памятных монет военной тематики. Каждый экспонат выставки – словно бесконечный рассказ, уместившийся на небольшом монетном поле. Своё место в коллекции уже заняли монеты 2020 года. Главная монета новой серии, конечно же, юбилейная. Великой Победе 75. Традиционный номинал – 10 рублей. Многомиллионный тираж. В центре главные цифры – 75. Звезда, обрамлённая лавровой ветвью, символом мира. Другая монета номиналом 3 рубля из серебра. В центре композиции мы видим солдата. Это знаменитый герой, одноимённая поэма Александра Твардовского, Василия Тёркина. Выбирая образ для этой монеты, художник не случайно остановился на нём. Ведь поэт создал удивительно точный образ героя, которому верили все. И прошедшие войну солдаты и офицеры, и тот, кто никогда не был на фронте. Ещё одна монета уже из золота. В центре композиции мы видим вечный огонь у могилы неизвестного солдата возле стен Московского Кремля. События и герои трудного пути к победе длиною в 1418 дней навсегда запечатлены на крошечных монетных полях. Самые интересные образцы монетного искусства и их уникальные истории собраны на виртуальной выставке Банка России «Истории Победы». Рассмотреть каждую монету подробно можно на сайте Центробанка в разделе «Музей». Елена Грязкова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.